Сегодня мы поздравляем всех военных моряков и ни для кого не секрет, что служба на флоте сопряжена с большими рисками. Ну а если речь идет о подводных лодках, то их экипажи, с одной стороны, это, конечно, лучшие из лучших, но с другой стороны, надо все же быть готовым к любым ситуациям, в том числе и к самым экстремальным, самым чрезвычайным, которые могут произойти в том числе и на глубине. Да, и в нашей открытой студии мы приветствуем начальника кафедры физиологии подводного плавания военно-медицинской академии Немкирова, полковника медицинской службы, кандидата медицинских наук, доцента Дмитрия Зверева. Дмитрий Павлович, здравствуйте. Здравствуйте, Дарина. Здравствуйте, Николай. Спасибо большое. Поздравляем с праздником. Мы знаем, что с вашим именем связаны многие рекорды, многие погружения, которые называются и являются рекордными. Например, пять лет назад водолазы на открытой воде погрузились на четыре с лишним сотни метров. Скажите, как долго занимает подготовка к такой опасной, но нужной операции? За благовременная подготовка растянулась более чем на 10 лет, а непосредственная подготовка составляла три месяца. Что происходит с организмом? Расскажите нам, дилетантам, на такой глубине. Нужно быть во всех смыслах железным человеком, чтобы выдержать давление воды? Ну, не совсем железным, но нужно быть готовым к этому давлению. Поэтому мы посвятили достаточно много времени, потратили много сил, чтобы провести медицинский отбор, провести психологический отбор и выбрать лучших из лучших. Да, кстати, психологический отбор – это действительно тоже очень-очень важно, потому что со всем этим нужно еще как-то справиться морально. И ведь нужно не только погрузиться, но еще выполнить какую-то работу на такой глубине. Вот какие задачи могут стоять перед теми, кто опускается так глубоко? Ну, все эти задачи у нас всегда были и в настоящее время будут связаны только со спасением личного состава из аварийных подводных лодок. Это первая наша задача. Вы также говорили мне, что ваши специалисты могут выполнять и гражданские задачи, которые выполняют важные политические аспекты, исполняют тех же поручений. То есть это не всегда связано с военно-морским флотом? Да, конечно, подводно-технические работы, в том числе на нашем шельфе, они тоже приносят несомненную пользу для нашей страны. Ну вот изумрудное озеро в Казани, голубое озеро в Кабардино-Балкарии, спуск у Курил. Действительно, я уверена, что впечатлений масса. Вот какие самые яркие воспоминания остались у вас от подготовки, во-первых, ну и, конечно, от... Вы знаете, любой спуск, он уникален. Я не могу выделить какой-то один из того, что вы перечислили. Было и много других. Ну, в каждом... в каждой экспедиции, в каждом погружении я всегда оценил человеческое взаимоотношение. И могу сказать большое спасибо тем людям, с которыми меня свела судьба во время этих погружений. В вашем учебном заведении вы готовите будущих военно-морских врачей. Скажите, они должны знать и как спасти экипаж, и как спастись самому. Что сложнее, чему сложнее обучить? Средством спасения себя, после того, как ты, естественно, спас весь экипаж? Или все-таки от жизни других ответственность, она выше как-то, чем ответственность за самого себя? Подготовка военно-морских врачей, это всегда сложно. Это и военно-морской специалист, и специалист-медик. Да, мы уделяем нашей военно-медицинской академии, и нашей каферы, которая уже 70 лет стоит на страже военно-морского флота, и их специалистов, уделяет много времени и оценке обстановки на корабле, на подводной лодке, в штатных условиях и в аварийных условиях. И в то же время мы готовим будущих военно-морских врачей к тому, чтобы они оценили обстановку в критической ситуации, могли дать рекомендации командиру о спасении личного состава, и в том числе спастись сами. Я не зря говорил о психологическом отборе. Это очень сложно перешагнуть через себя и прыгнуть в ледяную воду, пусть даже в гидрокостюме. А мы знаем, сколько времени гражданские врачи тратят на обучение, они учатся всю жизнь. Вы говорите о военно-морских врачах. Каждый ли, например, гражданский специалист мог бы стать военно-морским, и какие особые качества есть у тех, кто выполняет медицинские задачи, будучи офицером флота? Ну, опять же, сложно. Хочем выделить какое-то одно качество. Я думаю, что это нужно беззаветно любить, в первую очередь, море и одновременно медицину. Как вы поздравляете друг друга в этот день с Днём военно-морского флота? Есть ли какие-то традиции, может быть, хочется сказать какие-то слова сегодня? Ну, я пользуюсь случаем, хотел бы поздравить всех причастных к этому празднику. Особые слова передать поздравления своим однокурсникам, своим учителям, своим сослуживцам, с кем сводила бы меня жизнь. Всем здоровья, мирного неба и семь футов под килем. Дмитрий Павлович, спасибо вам за то, что пришли и поучаствовали в нашем праздничном эфире. Поздравляем вас с Днём военно-морского флота. Пусть всё в вашей службе складывается максимально безопасно, максимально профессионально. Спасибо большое. Спасибо большое.